освобождается пока надавливает видите моя пяточка вот сюда подходит его прокинуть смотрите что ускорение который я придаю я приветствую всех зашедших на наш канал хочу всех поздравить с новым 2024 годом всем удачи здоровья процветания и внимательно относиться такому очень важному в жизни понятию как собственная или личная безопасность которая затем может трансформироваться в общественную безопасность государственную и так далее мы этого не касаемся но если вы будете беспокоиться своей безопасности вокруг вас будет распространяться вот это такое поле безопасности кто-то умеет за себя постоять кто-то нет но если вы будете сами себя защищать и смотря на вас люди будут учиться и вы будете им помогать вести себя в различных ситуациях эффективно и безопасно вот сегодня хотел бы продолжить такое научное открытие как зеркальные нейроны что это такое и почему они так важны именно вот в том что я пытаюсь со своими единомышленниками и соратниками донести до вас это такие особые нейроны открытые ну не так давно с точки зрения истории если рассматривать по времени которые помогают человеку и всегда работают когда человек на что-то смотрит чтобы это не было это могут быть танцы и у человека будут вот те двигательные нейроны и двигательные элементы в его теле точно также работать как у людей которые танцуют или там занимаются футболом или фехтованием или еще чем-то что привлекает наше внимание в тот или иной промежуток времени вот вы посмотрите видео одной из научных светил в россии которая рассказывает когда были открыты что это такое мы будем несколько раз возвращаться к этому потому что это очень важно мы не всегда можем лично что-то делать или же если даже будем что-то лично делать можем это делать с какими-то ошибками смотря на человека как например чего-то что он делает мы можем в себе воспитывать вот эту культуру движения а если мы будем двигаться правильно естественно как к этому я призываю то тогда и будет получаться тот самый идеальный результат независимости от того хотим мы не хотим эти нейроны заложены в нашем мозгу и мы это будем стараться повторить так как мы видим вообще хочу сказать что общайтесь с умными интеллигентными с интересными для вас людьми которые говорят на понятном для вас языке культурном языке нематерном об этом мы еще будем снимать несколько роликов а на нашем русском хорошем языке и старайтесь уходить от знакомства и общения с людьми которые на вас в информационном и энергетическом так сказать поле будет действовать очень и очень негативно со временем вы будете к этому сами приходить вот есть такая поговорка пока мы молоды у нас открыта вот такая большая воронка пространство времени связи и так далее которую входит много людей понятия интересов и так далее но с течением времени вот эта воронка все сужается 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 и уже не сотни людей с которыми мы встречались и казалось бы нам были интересны а будет там десятки и потом мы возвращаемся к тому что нам интересно общаться только с очень ограниченным количеством людей ну со своими родными там несколько человек которые считаются нашими товарищами друзьями единомышленниками все остальное мы как бы отметаем вот сейчас посмотрите вот эту ученую татьяну черниговскую и затем продолжим с вами на примере том что вы посмотрите как нужно двигаться мы сейчас с александром покажем несколько движений в различных ситуациях и вот на этом примере вы поймете и увидите как двигаются руки и ноги тело как мы дышим и так далее есть еще вот такая прелестная вещь о которой кстати говоря всем не вредно вы знаете у нас есть в мозгу так называемые зеркальные системы и это системы которые это открыл джаком аризалатти замечательные ученые кстати наш почетный профессор петербургского университета я это и организовывала между прочим и он к нам приезжал лекции читал еще прелестный дядька вот и он открыл эти зеркальные системы они представляют собой вот что они включаются не тогда когда вы сами что-то делаете а когда вы наблюдаете за тем как это делает другой слово другой с большой буквы вообще любой другой это основа для коммуникации основа вообще для любого обучения и на основа языка и я повторяю самое главное это основа коммуникации потому что люди у которых диагноз аутизм или шизофрения уже доказано это что у них поломаны эти системы они живут в своем собственном мире совершенно не имея никакой возможности из него выйти посмотреть на ситуацию другими глазами вот этот кот который смотрит зеркало он там видит не того кто в зеркале а того кем он хотел бы быть он себя ощущает этим огромным зверем он ошибается и это происходит с большинством людей вот просто приведу пример неправильного это кстати если термин такой просто в русском языке как-то не очень с этим термином иногда это называют модель психики другого человека ну разные там но мы по-английски это называется theory of mind и это иногда переводят и не верьте неправильный перевод как теория ума эта способность войти в сознание другого человека посмотреть на ситуацию не своими глазами а глазами другого или других с точки зрения другой культуры с точки зрения другого индивидуума и это очень важная вещь вот представьте себе что вы идете на трудный разговор опасный трудный разговор вы знаете вам трудно будет вообще его вести нужно выиграть вряд ли выйдет и так далее вы должны готовиться к этому разговору и это значит что вы должны как бы его проиграть с точки зрения не только своей вот этой кошачьей но из точки зрения львиной то есть я ему вот что скажу а он не в ответ вот что а я ему на это вот что градус растет понятно а он не на это вот что после этого я стулом ему между глаз и врежу тогда не нужно ходить на разговор понимаете если вы не знаете если вы не можете проиграть партию проиграть смысле сыграть партию вашего партнера то вы проиграли заранее вы то считаете что это альфа центавра я вам говорю это стол мы сколько мы будем беседовать невозможен разговор это очень важная характеристика она считается вот такой ну как бы характерной именно для человека но в последнее время ее признают для высших видов точно есть у обезьян высших обезьян кстати говоря одним из показателей является вы когда животных исследует является узнавание себя в зеркало скажем им там какое-нибудь пятно ставят там на щеку к зеркалу подходит и там начинает стирать значит он знает что это он есть у дельфинов есть у высших приматов похоже что есть у врановых ворон которых очень высокий интеллект вы знаете что у них интеллект сопоставимый с приматами страшное дело чего они делают эти вороны это вообще вот и возможно есть у домашних то есть у слонов которые не домашние но очень высокий интеллект и возможно у тех кто с нами живет кошки собаки но это вопрос такой это не очень ясно вот это джако маризалатти и значит люди и звери в одинаковых позах я картинку сделала хвалюсь обезьяны среди прочих других умеют такое что мы с вами не можем даже состязаться если вы влезете и наберете что-нибудь насчет интеллектуальных задач которые дают обезьянам вот как например там есть просто фильмы вы можете посмотреть онлайн как это происходит она должна ей показывают на короткое время скажем какие-то цифры убирают а после этого начинают мелькать эти цифры она должна пальцем тыкать в те которые она видела абсолютно невозможная для меня задача не только с такой ну вообще ты даже не могу подумать она это делает с космической скоростью что вы видите просто так что не стоит про себя слишком много думать дельфины огромный мозг и если бы жизнь иначе пошла на планете они вполне могли бы быть высшим видом но обычно говорят но они же не создали свою цивилизацию это вызывает у меня смех в каком смысле не создали цивилизации они что обещали кому-нибудь что что они дне прогресс не построили на океанском дне ли чего они не создали их цивилизация такая они самые умные в океане у них огромный мозг который кстати никогда не спит целиком у них одно полушарие спит второе бодрствует большой мозг у них есть юмор они обучаются с одного я работала с дельфинами ужас ну вообще понимаете он же вы дельфинам в глаза смотрели когда-нибудь советую посмотреть мы все знаем что дельфин не рыба правильно а питающий но если руку на сердце положить ведь рыба ты смотришь ему в глаз да и ждешь там глаза которые есть к примеру трески а видишь глаз в котором а ум юмор некоторая ирония под наш то есть это не ты на него смотришь то он на тебя смотрит он с тобой шутит он играет страшное дело а живут они чудесно у них нет врагов в океане потому что они очень умные с ними по мощности сопоставимы конечно акулы но акулы вот такой мозг она глупо очень и если дельфин но она может конечно покусать там и все такое но он то умный зато поэтому он разогнавшись у него огромной скорости он разогнавшись ее таранят он носом этим своим резиновый нос попробуйте при случае сказка вот он вот так вот ей брюхо бьет и привет понимаете они пляшут и поют у них бесконечное количество еды весь океан никак экология прекрасная плыви куда хочешь только поют играют любовью занимаются и все а чего а что они должны сделать стройку коммунизма устроить там на фиджи или что что они должны сделать чтобы мы были довольны вороны вот я говорю вот она смотрит просто хорошая картинка она смотрит на себя в зеркало она знает что она это она это проверялось это не из этой картинки проверено так вот эта способность строить модель психического другого как как термин очень важна потому что она дает поведенческое преимущество я могу предсказать поведение другого человека я значит выигрываю выигрывает тот кто на несколько шагов больше сделал и вот это вот зеркальные нейроны помогают нам это сделать мы знаем что они поломаны у людей с аутизмом из шизофрении опять же доказано это есть эксперименты такие так что способность вот к таким экстраполяциям когда я вот глядя на человека город какой-то он такой я думаю он будет себя так вести так себя вести вот способность к такому размышлению как бы выходя за то что я считаю правильным умным там нужным я не это не я смотрю а я его глазами смотрю это особая такая способность я должна сказать что мое впечатление такое что большинство людей настеляющих землю просто не обладает этим качеством вообще вот сейчас ну допустим здесь будет показано на примере допустим освобождение и том как работает тело когда несколько точек к вам приложено и человек что-то к вам уже физически будет прилагать то есть это могут быть удары это могут быть броски остальные какие-то действия поэтому посмотрите как нужно двигаться чтобы естественно и безопасно выходить из вот этого положения то есть мы покажем несколько вариантов вот смотрите мы стоим фронтально зажата рука есть захват еще на одежде у меня одна рука свободно он две руки уже свои использовал значит может использовать только ноги таз но голову еще да ну и вербально может что-то на вас изрыгать нехорошее мы уже говорили как к этому относиться смотрите на него как у него двигаются губы они двигаются у всех по-разному как подергиваются ноздри как двигаются мочки ушей или полностью уши как он краснеет когда он злится и у него эмоции переполняют и так далее и относитесь к этому как такому поучительному действию не принимайте все что в вас летит поэтому спокойно относитесь а лучше всего постарайтесь к этому с юмором отнестись то есть ничего себе пришел начинает еще что-то там говорите смотрите как все на нем это отражается как в зеркале он говорит то на меня а сам распаляется злится его перекашивает а значит эмоции зажимают его естественные движения и мы тут спокойно можем работать раз есть вот эта рука вот здесь вырываться мы покажем еще можно делать но все время говорим выдох присед разворот всего три слова выдыхаем присаживаемся разворачиваемся видите я вышел из опасного положения посмотрите как двигаются мои руки ноги корпус первое это дыхание х и я сюда вышел дальше что будет все что угодно то есть я могу запрокидывать но только не вот по такому вектору да а слегка сдвигая его позвонки шейны вот сюда я сдвинул и дальше вот здесь прокручиваю и убираю одну из своих опор присаживаюсь и человек теряет опору это если мы будем говорить что я использую вот эту руку которая у меня не зажата дальше можно делать то же самое освобождая вот эту руку на выдохе в приседе в развороте как работают ноги руки и так далее выдыхаю рукавики освобождается примерно то же самое и вот теперь нужно убрать или вот эту опору или я убираю вот эту опору а буду на разгибать локтевой изгиб вот туда вниз и слегка прокручивать центральную ось вот пример как бы в освобождениях да вы посмотрели и теперь можете оценить и у вас работали в микро движениях те же мышцы которые работали у меня или у него ну данном случае освобождаюсь я значит вы смотрите как действую я дальше смотрите можно различные движения делать то есть вот сейчас как бы общая опорная площадка ноги его не очень загружены чтобы мне с ним дальше работать нужно еще больше закрепостить его и вот эта рука у меня теперь видите прокручиваясь надавливает его в нижнюю часть живота не бьет а пока надавливает видите приподнялись носочки ног дальше на выдохе вот это моя пяточка вот сюда подходит и я опять его опрокидывая это освобождение мы показали как могут ваши зеркальные нейроны учиться на нашем примере теперь покажем немножко быстрее потому что работа с ударами она даже в медленном темпе она все равно происходит быстрее чем освобождение от захвата идут удары мы все время говорим что нужно работать от противного как будто я получил уже вот удар данном случае он бьет меня в подбородок да я смотрю я тоже учусь вот у меня сейчас работают зеркальные нейроны я на него смотрю в конечной фазе от пришел его вот этот сегмент мне в подбородок я посмотрел что с ним происходит в этот момент обратите внимание что когда он бьет он слегка свой вес подает на меня а может даже не слегка там проваливаться и так далее в данном случае он не проваливается но все-таки дает массу суда я его вот этот вектор смотрите пропускаю и получается в конечной фазе у него происходит хочет он или не хочет маленький провал ну в данном случае маленький то есть вместо подбородка его рука выпрямляется и не находит вот эту точку которую он должен был прийти опереться не на что вот смотрите вот опереться не на что и получилось выпрямленная рука здесь ее не хватаю а только придерживаю на случай когда будет подтяг обратно видите он не я работаю туда в отталкивание а в подтяге его масса меня приближает вот сюда и теперь чтобы мне его опрокинуть смотрите что я могу сделать опереться об его бедро ближе к коленочке и смотрите когда я вот эту часть буду убирать и на выдохе приседать его масса будет тянуть его и он не устоит смотрите что происходит это может быть смотрите а него упор это может быть а мою коленку упор если расстояние вот такое чтоб не тянуться туда у меня есть своя коленка и дальше я вот сюда ухожу видите происходит то же самое рука слегка проворачивается чтоб еще больше убрать степени свободы получается рычаг вот здесь молевой эффект и ускорение которое я придаю вот этим вращением вот мы вам показали как работают наши зеркальные нейроны в данном случае смотря на нас работали ваши зеркальные нейроны и это очень важно я все время вам пытаюсь донести что вам очень легко по сравнению с нами мы это все находили смотрели читали анализировали и теперь преподаем вам пользуйтесь тем что мы наработали усовершенствуйте под себя потому что мы все разные люди по конституции по психосоматике и так далее как мы воспринимаем это у нас разные темпераменты в это пока не вникаем но все-таки мы все разные и может быть даже какие-то у нас есть медицинские противопоказания что мы можем делать что не можем вот в данном случае у меня сейчас заблокирован плечевой сустав очень жестко я не могу быстро работать и так далее но в данном случае я могу вот эту часть компенсировать другими своими частями которые вращаясь работают и могут мне помочь и там увеличить скорость и так далее то есть я зная себя изучаете себя смотрите себя мы опять вам дали направление где можно посмотреть поучиться что такое наш мозг и что такое зеркальные нейроны в нем на этом все по ссылочке переходите вниз вы можете скачать наш бесплатный курс и так сказать дома смотря его опять же включать зеркальные нейроны хотите вы этого или нет до новых встреч подписывайтесь на канал записывайтесь на наши индивидуальные уроки всех благ занимайтесь собой подписывайтесь на наш канал